Отчет главы Щелковского района заслушали народные избранники на очередном заседании Совета районных депутатов. По словам Надежды Суровцевой, в 2015 году удалось существенно улучшить показатели работы как главы, так и самого Совета депутатов. В 2014 году доля удовлетворенной деятельностью главы Щелковского муниципального района, я напомню, 14-й год, да, там менялась у нас глава и все, составила 15,7% от числа прошлого. В 2015 году этот процент составил 35%. Увеличилось доверие к деятельности Совета депутатов. Оно повысилось на 8% по сравнению с 2014 годом. Парламентарии большинством голосов приняли отчет Надежды Суровцевой к сведению. Не менее важным вопросом стал отчет об исполнении бюджета за 2015 год. Наибольшее внимание депутаты уделили развитию предприятий Щелковского района в условиях кризиса. По словам представителей администрации, объем отгруженных товаров и выполненных услуг крупными и средними предприятиями за 2015 год составил 80 миллиардов, 774 миллиона рублей. Это на 27 миллиардов меньше, чем в прошлом году. Отрицательная динамика наблюдается прежде всего в таких отраслях, как металлургическое производство, производство неминеральных продуктов и добыча полезных ископаемых. Но существуют отрасли, которые, несмотря на кризисные явления в экономике, смогли улучшить свои показатели. Положительная динамика отличается, отмечается по следующим видам деятельности. Производство машин и оборудования, текстильное швейное производство, химическое производство, пищевая промышленность, производство мебели, издательская полиграфическая деятельность, производство резиновых и пластмассовых изделий. Сотрудники администрации также отмечают снижение показателей в сфере строительства и сельского хозяйства. Снизил все объем инвестиций в основной капитал. Связаны такие явления с общим снижением экономической активности в стране. Тем не менее, повысился оборот оптовой торговли и объем платных услуг населению. Сотрудники администрации отмечают, что в Щелковском районе по сравнению с другими регионами достаточно стабильное положение дел. Тем не менее, предпринимателям необходимо оказывать посильную поддержку, так как именно они наполняют большую часть бюджета. Депутаты заслушали отчет и большинством голосов приняли его к сведению. Мария Смирнова, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».